С днём рождения, Медвежьи озёра! 1 сентября в 15-й раз в Медвежках отмечали День поселения. День рождения древней, славной и величественной Медвежьи озёрской земли, на которой живут добрые и счастливые люди. Когда кто-то приезжает сюда, приходят, то весьма-весьма удивляются. Всё здесь прямо на высоком уровне, и жить здесь прекрасно. И мне здесь уютно и хорошо, вот, как и всем. На нас обустроится всё хорошо, тут и улицы хорошие, и детские сады, зали, школа новейшая будет новейшая, а сейчас пристроечка, так что нам очень здесь нравится. Вертик тоже преображается на глазах, причём каждый год. Думаешь, ну уже всё, больше ничего не будет. Нет, ещё и не будет на следующий год. Въездными воротами Щёлковского района называют сельское поселение Медвежье озёрское. А раз так, оно просто обязано быть лидером, быть образцово-показательным. И в очередной раз медвежки это доказали. В опубликованном на днях рейтинге эффективности исполнительной власти городских и сельских поселений Медвежьи озёра уверенно заняли первое место. Потому что всё ладится у небольшой, но дружной и профессиональной команды главы поселения Владимира Канахина. Он на своём месте 2 сентября, как ровно 16 лет. Коренной фряновец ездит каждый день на работу через весь район, наверное, сравнивает и выбирает лучшее. Поэтому Медвежки, лучшие по развитию спорта в Подмосковье, наиболее эффективно используют губернаторскую программу восстановления военных городков, преображая посёлок Новый Городок. Да и не только его, а все 10 населённых пунктов поселения. Построили два детских сада, строят школу, первую из двух запланированных, асфальтируют дороги, модернизируют уличное освещение. И много чего ещё сделали к этому дню рождения. В новом городке появилось много новых парковок для автомашин. Дальше в новом городке завершаются работы. Полностью меняем всё уличное освещение по губернаторской программе на 17 миллионов. Дальше для наших спортсменов на стадионе поставили шикарную спортивную площадку «Воркаут». Там 21 элемент. Три улицы положили, новый асфальт. Отдавая дань уважения передовому поселению, на праздник в Медвежке приехало показательно много гостей. Это самое лучшее сельское поселение не только в Щёлковском районе, но и во всём Подмосковье. Я это говорю не просто так для красного словца, я очень хорошо знаю область. Поселение, в которое всегда хочется приезжать. И на праздник, и в будни. Потому что это поселение – это одна большая семья. Здесь счастливые дети, здесь хорошие жители, которые работают на благо поселения. Здесь уважают мудрость и старость. Здесь замечательный глава. Невероятный приём. Очень тёплая энергетика. От имени главы Щёлковского муниципального района Алексея Васильевича Валова позвольте зачитать приветственный и благодарственный адрес. Из года в год Медвежье и Озёрское уверенно держатся в лидерах по реализации программ, направленных на развитие поселения. Жители доверяют действующему руководству и активно участвуют в позитивных преобразованиях поселения. Мы вами гордимся, мы вас любим, мы вас уважаем. И это говорит о том, что вы самые продвинутые и самые-самые-самые. С праздником вас, с Днём поселения! Здесь хватает народных умельцев, талантливых музыкантов, художников, цирковых артистов. Свои умения Медвежьи Озёрцы с радостью демонстрируют благодарным односельчанам. Одна из традиций празднования Дня поселения в Медвежьих Озёрах чествуют заслуженные семейные пары золотых бриллиантовых юбиляров. И каждый год на семейной аллее прибавляется посаженных ими молодых деревьев. А вот ещё с чем Медвежкам в этом году повезло. День поселения пришёлся на паузу в напряжённом гастрольном графике очень уважаемых местных жителей ансамбля «Голубые береты». Пришли поздравить, потому что и сами отмечают юбилей. 30 лет, как обосновались на Медвежьей Озёрской земле. Ровно 30 лет, как мы прибыли сюда после Афганистана, после службы. И, конечно, это подмосковное чудное место стало родным домом. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По гвардейским, по десантным законам С праздником, друзья! Хорошее настроение, счастья, добра, мира! Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!